В то время как следствие ходатайствует об аресте двух сотрудников управления КМВД, которых на днях обвинили в получении взяток от организаторов подпольных казино в Подмосковье, генпрокуратура отменила возбуждение дела против них. В этой запутанной истории разбирался мой коллега Алексей Камынин, который уже не первый раз пытается мне разобраться. Спасибо, Настя. Как-то это обидно прозвучало, как будто я не могу мне разобраться. Да и может быть никто не может пока. Добрый день. Я сейчас сначала хочу, чтобы мы посмотрели фотографии человека, замгенпрокурора Виктора Гриня, который сегодня, буквально час назад, отменил решение следственных органов о возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников МВД. Они были задержаны вчера по подозрению в получении взятки от обвиняемого в организации подпольных казино в Подмосковье Ивана Назарова. Об этом сообщил на заседании в Басманном суде представитель гособвинения. И он потребовал у судей прекратить рассмотрение ходатайства следствия об аресте начальника отдела бюро. А следствие за несколько часов до этого, и пришла информация, попросило суд арестовать задержанных, соответственно, фигурантов. И даже передала вот ходатайство о взятии под стражу. Значит, кого? Фарид Айтамергалиева и его замместители Михаила Куликова, они из управления КАП РИМВД, начальник отдела бюро специальных технических мероприятий и его зам. Они подозреваются в получении взятки в размере 75 тысяч долларов от Ивана Назарова, а его обвиняют, соответственно, отдела в деле о подпольных казино в Подмосковье. И я еще добавлю, что Генпрокуратура еще вчера по итогам проверки сообщила, что выявила некую дружескую связь между задержанными, сотрудниками управления КАП РИМВД и Иваном Назаровым. Правда, пока официально эта информация не подтвердилась, никаких доказательств еще нет. Вот такие вот новости. Ну, по всей видимости, мы наблюдаем очередной виток противостояния между Следственным комитетом и прокуратурой. Ну, нам предстоит убедиться, так ли это или нет, я думаю, в ближайшее время. Спасибо, Леша, это Алексей Камунин.